Добрый день! Сегодня меня потянуло на философские темы. Хочу немножко поговорить о законе причины и следствия. Я его вижу как своеобразную мельницу жизни, скажем так, водяную мельницу, поэтому именно такое название и дала сегодняшней нашей теме. Еще этот закон причины и следствия имеет такие названия, которых вы наверняка часто слышали, как закон кармы, закон бумеранга или по-научному закон каузальности. Все это грани одного и того же закона, который непроложно работает во всех областях нашей жизни, неоднократно был доказан учеными, философами, теологами. То есть всегда любое наше действие имеет отдачу, имеет следствие на продолжении нашей будущей жизни. И всегда этот закон действует по одному из принципов или можно тоже сказать так по закону адекватности. То есть следствие, которое мы получаем от наших поступков, всегда не превосходит причину, ее вызвавшую ни качественно, ни количественно. Иногда в нашей жизни может создаваться впечатление, что какое-то следствие, но особенно когда это негативное следствие, мы воспринимаем его как неадекватным в том и причине, которая его вызвала. Или иногда даже склонно обвинять других людей, Бога, Вселенную о том, что наша душа слишком тяжела, что мы не были причиной этого следствия. Но, как правило, жизнь доказывает потом обратное. Почему я и сравниваю этот закон с принципом мельницы. То есть это как бы водяная мельница в нашей жизни. Вот чем мы наполняем ее ковши, каким содержанием, то впоследствии получаем. Ну, единственное, что можно здесь сказать, это есть всегда отсрочка. То есть какие-то действия мы совершаем и обратный перелив мельничного колеса до нас доходит через годы, а то и десятилетия. Какие-то действия более мелкие тут же имеют свои следствия. Но в любом случае, последствия всегда будут адекватны предпринятым нами действиям. То есть мне даже кажется, что это не одна мельница, а целая, скажем так, система мельниц. То есть какие-то большие действия дают последствия через более поздние периоды времени. Какие-то действия мы получаем обраточку сразу. То есть эти мельничные колеса, они равновеличины. И вот возвращаясь к принципу адекватности. Иногда мы видим наложение следствий наших поступков. И тогда нам кажется, что причина не соответствует своему следствию. Но это лишь только субъективное восприятие, потому что это закон. Если мы обратимся к литературе, если мы всерьез заинтересуемся этой темой, то даже достаточно будет посмотреть такую информацию в интернете, чтобы в этом убедиться. Так вот, для того, чтобы адекватно себя чувствовать, живя в мире действия таких законов, мы с вами выбираем две стратегии мышления. Одна из стратегий – это стратегия изобилия. Люди с этой стратегией мышления, с этой ментальностью, всегда живут в позиции «хочу дать». И из этого следует, что у них всегда есть. То есть это не обязательно какие-то материальные блага. Это энергия, которой вы готовы поделиться, знаниями, которыми вы делитесь. То есть, когда вы хотите миру дать, у вас обязательно находятся на этой ресурсе. То есть, получается, мышление изобилия подразумевает под собой служение миру. Ну и, соответственно, когда мы начинаем служить миру, отдавать, давать, делиться, то к нам обратно возвращается благословение. Благословение от людей, благословение от Вселенной. То есть, своеобразные, такие положительные возвраты. И, соответственно, тогда у нас много энергии благодарности. Это вызывает следующий круг. Когда вы благодарны, вы снова готовы делиться. Снова у вас наличествуют на этой энергии ресурсы, материальные ресурсы. И таким образом, ваш жизненный цикл, причина, следствие, все время исходит по кругу изобилия. Существует также иное парадигма мышления. Это мышление дефицита, недостатка. Такие люди живут всегда с понятием «хочу получить». Хочу получить это сегодня, хочу получить сейчас. А порой даже это ходит до крайней степени, когда уже это «хочу» превращается в «должны». «Должно государство», «должны люди», «должны родители», «все должны». Соответственно, ментальность остается на уровне «у меня недостаток». «Мне недостает этого, этого, этого». И люди начинают жать по полной на, скажем так, газ жизни, стремясь получить все больше и больше. И часто очень это скатывает их к обману. То есть обману «вот мне хуже, чем другим, сейчас я в такой ситуации, помогите». Или если связано это с бизнесом, то обман может выглядеть так. То есть вы берете недостаточно качественный продукт, но сильно задираете на него цену. Этим продуктом может быть ваша услуга, ваша помощь кому-то или реальный физический материальный продукт. Но смысл в том, что в нем присутствует неадекватность. Ну, простыми словами, обман. Да, соответственно, какой возврат вы получите через время, исходя из закона причины и следствия. Это, соответственно, недоброжелательное к вам отношение, недоверие. Ну, а по-простому, если так сказать, то это энергетика проклятия идет. Отсюда, не справившись с такой энергетикой, вы, естественно, не испытываете благодарности Вселенной. То есть возникает отсутствие благодарности, и круг замыкается. Снова, не получая энергии, вы говорите «хочу получить». Снова вы живете в эмоциях недостатка. Как же избежать этого замкнутого круга? Ну, конечно же, начав с себя, начав с изменения своего мышления, если вдруг вы не в парадигме благодарности. Каждый из нас имеет в жизни такие периоды, когда он действительно скатывается по каким-либо причинам. Причина отсутствия энергетики, мотивации или прочее, в то, что он начинает чувствовать дефицит. Такое случается часто и со мной. Как я это ощущаю? В основном это связано с тем, что начинаются, скажем так, в жизни финансовые затыки какие-то. Возникают препятствия в общении, в продвижении, в деловой активности, проблема со здоровьем. То есть все это наши маленькие сигналы, что мы сбились с пути. Что начали в свое мельничное колесо когда-то ранее закладывать эмоции недостатка. Закладывать поступки, которые сходили с позиции дефицита. Нужно просто начать менять мышление. Как его менять? Может быть изменить круг общения. Может быть найти новое направление в жизни. То есть вернуться к изначальной точке. К точке процветания. Вот допустим для бизнеса, для вашего дела, для служения миру. Такой идеей ведущей к процветанию будет идея блага для других существ. Вот как раз эта идея нам даст то самое мышление, которое будет говорить «Я имею», «Я дарю», «Я даю». То есть станете больше себя самого. И тогда вы начнете получать следствия, которые тоже будут превосходить вас. И вы сможете почувствовать энергию благодарности. И мельница наша заработает с удвоенной силой на возврат вам того положительного, что вы сможете заложить в этот мир. Если мои идеи покажутся вам близки, буду благодарна вашим комментариям под этим видео. И плюсик в карму можете положить себе, поделившись этим видео, если оно было для вас полезным с другими людьми. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И то, что вы делаете, должно приносить благо. То есть давать вам возможность делиться. Благодарю всех слушателей. С вами была Наталья Хонина. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...